Итак, давай за мной, и мы прочитаем вот столько. Если бы тело существа удовольствия истинно существовало, то оно никогда не смогло бы переродиться в другой тип существа. И пять объектов чувств, кажущиеся благодаря привязанности к их небесной форме такими, как если бы они существовали на самом деле, никогда не смогли бы начать казаться какими-то другими. В таком случае тогда, как может кто-то начать чувствовать привязанность к остальным четырём объектам чувств, звуку и всему остальному? Если они это сделали, то это было бы явным противоречием тому, что цвета и формы, на которых они уже сосредоточились, существовали на самом деле. Хорошо. Это тяжёлая часть, и мне очень как бы жаль, что это тяжело для вас. Но на самом деле значение очень глубокое. Тим, мне очень жаль, что мы не продвинулись довольно далеко, но возможно, но люди были абсолютно счастливы. Столько было времени для вопросов и ответов, поэтому я думаю, что мы правильно поступили. И у нас будет сессия вопросов и ответов через 45 минут. Да, конечно. Отлично. Итак, они ведут беседу о ком-то, кто был очень хорошим человеком в этой жизни. И да-да-да, переводчик, я немножко умедлюсь. Да, мне очень приятно говорить, я вхожу в кураж. И вот почему они переродились очень сильными людьми или существами. Да. И даже после этого перерождения они всё равно видят вещи неправильно. Вот почему они здесь находятся. Да, они, с одной стороны, делали хорошие вещи, но они, на самом деле, не понимали, что они делали. Они думали, что люди, для которых они делали хорошие вещи, вот там, со своей стороны, существовали. И точно так же, как и мир. И в этом случае это очень интересно. Это как бы противоположность вот проблемы мужа на кухне, да? Итак, когда вы идёте на кухню, и ваш муж орёт на вас или кричит, и вы чувствуете абсолютно неудовольствие, потому что вы не понимаете, что он происходит из вас, да? Вы просто этого не понимаете, и вы чувствуете расстройство по этому поводу. А здесь проблема наоборот. И вот эти люди, они делали хорошие вещи для других людей в этой жизни. Но они, на самом деле, не понимали суть того, что они делали. И они просто думали, что другие люди, для которых они это делают, существуют сами по себе. И вот почему у нас теперь поднимается интересный вопрос, что это возможно, делать неправильные вещи, в то время, как вы делаете правильные вещи. И в этом случае этот человек был очень щедрым и другим людям. Возможно, большое количество денег перевёл, или что другое, похоже. Но у него была такая же проблема, как и жены на кухне. И они видела этих людей, что эти люди происходят вот с этой стороны, да? На самом деле, в древних писаниях, я вам дам новое сейчас слово. Да, попробуем вот так. Вот новое слово для вас. Цутонг. Цутонг означает человек, который видит ручку с этой стороны, то есть на них, как бы, да? То есть цутонги, они видят ручку, которая происходит со своей стороны и на них, да? И они всё, все вещи видят таким образом, даже сами к себе. Они не понимают, что муж происходит из них, но также и люди, для которых они делали хорошие вещи, или которых чувства о них, или люди на кухне, которых мы давали больше делик, тоже с их стороны происходит. Они делали хорошие поступки, но как бы отемнённые. Потому что... Отемнённые почему? Потому что вы не понимаете, что деньги, которые вы даёте другим людям, не происходят вот так. А другие люди, которым вы даёте деньги, они тоже так не происходят, да? И вот, когда вы делаете хорошее даяние, да, вы делаете ошибку в вашем уме. Вы всё равно продолжаете думать, что деньги, которые вы даёте, происходят вот с другой стороны, со своей собственной стороны происходит. Возможно, с правительства правительства или что-то другое. И вы думаете, что человеку, которому вы даёте деньги, они тоже происходят вот так. Возможно, это мама или папа, или что-то такое. Вы не понимаете, что они тоже происходят из вас. И что происходит с такими людьми? Да, они осуществляют хорошее перерождение, но семена заканчиваются, поскольку у них нет этого понимания, что семена создают ихнее новое тело. Супергероев в Дева, да, то есть Дева означает суперхерой, то есть тело супергероя, которое ты можешь получить, если вы очень добры к другим людям. Я думаю, что в каких-то традициях, когда они говорят о рае, возможно, они видели что-то подобное, но это не настоящий ран. Почему? Потому что вы не можете там оставаться все время. И карма исчезает, и семена исчезают, изнашиваются. Почему? Потому что вы были щедры, но не понимали, откуда эта щедрость на самом деле к вам происходит. И опять вы опять не понимаете, что это все происходит из вас. А теперь в этом абзаате они говорят очень интересную вещь. если Дева, вот этот супергерой, который перерождается, если он не происходит из семян, не происходит из семян, она почему? Потому что она не может наслаждаться всем вот этим всем наслаждением, которое есть в этом временном рае. Почему вы так говорите? Там есть прекрасная пища, возможно, там пончики все время, и они очень сильные, прекрасные тела. Они настолько прекрасны, что у него есть вот эта сфера форм, то есть это назначается сфера прекрасной красоты. гешала, почему вы говорите, что здесь проблема? Ну, они могут только видеть вещи, они не могут слышать что-либо, они не могут вдыхать аромат чего-либо, вкус чувствовать, если это правильно, если это не происходит изнат, потому что вы не можете иметь пончики, вы можете видеть прекрасные вещи, но вы не можете вкусить их, они не могут чувствовать что-либо, когда они прикасаются к другим девам. И потом дьявол, вот эта дьявольская часть ума говорит, ну, нет, гешала, это неправда, я слышал, что эти дева, супергерои, они могут бросаться планетами, они могут таким образом играть в бейсбол или в сокер, или в футбол американский, передавая планеты друг конечно, они же у них энергия происходит, да, и когда они этим занимаются, нам нужна какая-то вода, например, я увидел вот-вот этого минутку назад, гешала, это неправда, они могут видеть вещи, вкусить их, потому что они могут толкать планеты, о, нет, нет, это неправда, но почему Панчалама говорит, нет, не так, почему это, потому что когда они видят все вещи, эти вещи, которые они видят, они происходят не из них, а с внешней стороны, согласно тому, что вы написали, да, потому что они происходят из другой стороны, да, то есть те цвета и формы, которые они видят, да, я понимаю, для вас сейчас это очень сложная часть, правда, если цвета и формы происходят из себя, со своей собственной стороны, тогда они не могут изменяться, да, давайте повторим, цвет и форма происходят со своей собственной стороны, тогда вы не можете поделиться этой прекрасной песней, и вы не можете почувствовать шелк, прекрасное касание этой ткани на вашей коже, потому что они не изменяются, если они происходят со своей собственной стороны, извне, они не изменяются, и вы думаете, Кешала, конечно, они изменяются, потому что солнце идет наверх по небу, потом вниз, точно так же и луна, и дева точно так же изменяются, потому что вещи изменяются по своей природе, и планеты двигаются, и это не зависит от нас. И первый Панчеламе говорит, подумай опять, снова. Нам нравится происходить, используя слово природа. У меня жена все время говорит, слушай, хватит за компьютером сидеть, проветрись, выйди, пойди на природу. Да, она пошла две недели назад сама в кемпинг, потому что она ждала-ждала, а потом потеряла надежду, что я присоединюсь. И я это называю природой, да, на английском языке, да, то есть природа, которая означает, люди не смогли что, чего-то сделать, то есть по природе своей, к примеру, моя жена, она бы хотела пойти в горы или в лес. Она не хотела, она не хотела, к примеру, поехать в Париж, куда я ее предлагал, да, она хотела пойти на природу, да, то есть это горы, лес. Если вы подумаете об этом слове, природа, это означает, никто не сделал это, само слово, суть его означает это. Она не хотела идти видеть какое-то кино в Париже или что-то такое, или, например, увидеть Монализу. Она хотела что-то естественное, природное увидеть, то есть то, которое не сделано людьми. Но согласно нашей идее, не так, что 50% мира сделано из нас, и это не то, что люди сделали города, а природа сама сделала сама себя. Люди сделали все, живых существ, все, что вы видите, точно так же, как и океаны, и деревья, и горы. Нету природы. То, что вы называете природой, это неверно. природа называется или по природе, это означает не самосуществующее. Я понимаю это. То есть там нету какого-то движения в самом, в самой системе, да, в самом, что сами звезды не двигаются, двигаются во Вселенной, и Солнце не идет вверх и вниз, точно так же, как и Луна. Эта планета не крутится сама по себе, со своей собственной стороны. Так сколько же, насколько происходит из нас, все происходит из нас. И если то, что мы видим, происходит со своей собственной стороны, если цвета и формы, вот это прекрасное синее небо, не происходит из меня, а происходит само по себе, я бы никогда ничего не смог услышать. Это то, что говорит Панченлавам в этом отрывке. Если синее небо, которое вы видите своими собственными глазами, является естественным по природе, и вы этого не сделали, оно просто происходит, как бы сходит на вас, да, если синее небо происходит по своей природе, тогда бы вы ничего не смогли услышать со своей собственной стороны, потому что оно бы происходило со своей собственной стороны, не существовало, иначе природа происходит из вас, и звук происходит из вас, и он не происходил и звук, если бы звук происходил сам по себе, по природе, вы бы не могли бы переключиться на что-то, смотря прекрасное, как небо, на прекрасную какую-то рок-н-ролл музыку, как вот сейчас. Я не знаю, или вы смогли услышать, Тим, прости, пожалуйста. Я просто слушала эту прекрасную музыку, а там как раз о смерти было, но ничего, давайте вернемся. Что здесь говорит Панчан Лама? Если мир существует по своей природе, точно так же, как и синее небо, и это происходит со своей собственной стороны, вы бы не смогли ничего услышать. Почему? Потому что оно бы не изменялось, не было бы причины для такого изменения. Природа, естество этого не изменялось бы, и это очень интересно. Так о ком же он здесь говорит? Да, он говорит об этом прекрасном человеке, который был щедрым в своей жизни, но у него черно-белая карма. Он у него есть очень много тела, часть тел супергероя, но, к сожалению, он не может ничего слышать. Почему он не может это изменить? Потому что он не понимал, откуда он происходит. Он просто переродился сам по себе, со своей природы собственной. И вот этот отрывок вам нужно понять, о чем они говорят. они говорят о природе и естестве, существе всех вещей. Марьяна, какой процент мира происходит из нас, а какой или сколько процентов происходит со своей стороны? Все происходит из нас на 100%. Да, у нас есть DCI шутка, что на 100.0% все происходит из нас. да, хорошо? И вот почему, если какой-то процент происходит не из нас, вам, наверное, можно было бы слушать какую-то прекрасную песню после этой зум-встречи, если они происходят со своей собственной стороны. Но если они происходят по естеству, по естественности со своей собственной стороны, а вы не смогли бы ничего изменить, потому что нет причины для этого изменения. Переключиться. У природы нет своей какой-то силы, нет электричества, притяжения. Все происходит из нас. Итак, Тим, давай пригласим прекрасно еще одного человека, который прочитает этот отрывок. Тим, кто следующий? Мне нравится, кстати, твои волосы. Следующий будет Маркет Заро. Маркет. О, Марина Казакова, извините. И когда существа удовольствия смотрели на своих дочерей, стоя версией любви, которая видит их такими прекрасными, эта любовь видела бы то, что она видит способом, который не зависел бы ни от чего другого, а являлся бы действительно существующим. Такой способ явления вещей это то, что никогда не может измениться, чтобы выглядеть иначе. И это прямо противоречило бы тому факту, что когда эти существа удовольствия сражаются со своими двоюродными братьями, их чувства сменяются ненавистью. Если бы эти существа удовольствия могли бы начать испытывать ненависть, то это противоречило бы идеи, что их прекрасная любовь существует на самом деле и не зависит ни от чего другого. Класс, спасибо тебе огромное. Кстати, вся поэзия и этот урывок здесь это такая своеобразная философия в древних книгах, и она называется... Тим, я дам тебе 100 долларов тапантасаны. Тим, ты, кстати, можешь получить 100 долларов, потому что ты просил меня посмотреть, как оно пишется. Помнишь это, да? Неизменяющая вещь? Нет. Тапа — это здесь другое имеет значение. Это означает в теории. Мне кажется, что Сейджи говорил об этом? Да? Он говорил об этом? 100 причин? Нет, нет, нет. Это Риккия. Если то, что вы говорите, правда, тогда есть вся эта проблема, эта проблема и вот эта проблема. Вот почему вся эта поэзия, поэма, на английском она бы звучала «могла бы», она использует спеллинг или слова таких модальных глаголов, «могла бы», «должна была бы», «если то, что вы говорите, правда, не было бы никакой любви или ненависти, не было бы ни любых воин, если то, что вы говорите, это правда. Это такой специальный спеллинг слов на английском языке. Я не писал на тибетском, поверьте. Так он говорит, смотрите, есть такая любовь, которая называется «йон джампа». это вот здесь на тибетском. Это такая тип любви, которую вы чувствуете со всей прелестью. Я дам тысячу долларов тем, кто скажет мне, где это тип любви, используете еще где. Джатсанкапа? Нет. Давайте еще. Кто еще? Шанти-дева, вариант. Так, хорошо, ставки отменяем. Семь пунктов причины следствия Бодхичиты. Давайте дать, когда я говорю ответ, вы потом хотите еще получить тысячу долларов. Это один из шагов действительно по развитию Бодхичиты чувствовать вот такой вот тип любви. Вот, к примеру, Нур имеет этот майтри. Я очень горжусь моим внуком. Он вчера прогуливался, не знаю, наверное, впервые. Я просто видел, как он это делал впервые вчера. Конечно, у меня есть видео с Майтри и с другими детьми. Вот оно, к примеру. Посмотрите. Да? Готовы? Итак, он просто начал идти, а у меня такое счастье было, да? Но как мама чувствует, проявляет эту любовь к своему ребенку? Она прислала почему-то три видео своего ребенка дедушки, да? Вот эта прекрасная любовь, это здесь Ирон Джампан называется, любовь, которая видит моего ребенка прекрасным. И вот эти вот дева, когда они смотрят на своих дочек, которые были таким образом произведены, они чувствуют вот эту любовь. Как Нур чувствует это к своему ребенку Майтри. Согласно тебе есть некоторый процент этой любви и есть процент какой-то дочек, которые происходят со своей собственной стороны, да? Отсюда. Какой-то процент. Вот таким образом они происходят. И мне нравятся дочери, да? Вот они происходят отсюда, и я их накладываю на свою любовь, да? Вот Майтри, который происходит, идет по парку, идет отсюда, и я чувствую вот эту любовь, и вот прихлопаю в ладоши, да? Это накладывается одно на другое. Если это правда, если это действительно так происходит, и люди, которых мы любим, 50% происходят отсюда, со своей собственной стороны, тогда хорошо, сансара это прекрасное место для девы, у них нету там никаких проблем, согласно твоему исследованию. Что? Какая проблема у дева? Вы помните? У них есть одна проблема, честно говоря, две, нет, три. Они всегда ссорятся между друг с другом, у них есть зависть в свое время. Второе, они используют свои семена, потому что они были раньше очень щедрые, а сейчас они изнашивают свои семена, а третье о них очень перерождение невероятно жестокое в нижних адах. Итак, кому он говорит сейчас? Да, к дьяволу, вот здесь, вот на этой стороне, ангел здесь. У меня, честно говоря, голова шатается между этими двумя, которые не знают, где, кто находится, а дьявол все время нет-нет-нет-нет-нет, майтри происходит со своей стороны, а потом ангел говорит нет-нет-нет, нет-нет-нет, овощи. Моя жена, кстати, вот вынуждает меня есть овощи, она их положила в холодильник, и я, когда не съела их, она их просто выкинула. И у нас потом, мы поговорили о компромиссии, у нас есть такой большой блендер, и я потом сказал, итак, когда ты будешь приготовить овощи, мне их не нравится, давай так, я их в блендер положу, я их немножко медом полью, и будет такая форма милкшейка на овощной лад. И если это правда, что овощи происходят со своей собственной стороны, я бы никогда не смог видеть пончики, если это правда, что майтри происходит от майтри, я бы никогда не смог ненавидеть кого-либо или всех людей. И это никогда бы не изменялось, потому что это не происходит из меня, а из них. Но мы знаем, что вот эти дева, у них невероятные войны между ними происходят. Вот эти двоюродные братья и сестры, которые очень завистливы друг к другу. И другими словами, если какая-то часть мира была бы со своей собственной стороны, ваши бы чувства никогда бы не изменялись от любви до ненависти, потому что объекты, которые происходят в этом мире, дети или враги, которых вы видите, они бы происходили со своей собственной стороны все время и не изменялись. И вот ваши бы эмоции тоже не изменялись бы. Тогда у нас есть два изменения сейчас. Если ваш сын, майтри, происходит из него же, майтри, вы бы никогда не могли видеть или слышать его. Вы не могли бы поцеловать их, почувствовать его, потому что это было бы изменение по своей природе. А согласно вам, природа как бы заблокирована в этом состоянии. А ваша любовь в таком случае была бы одновременно одинаковой. Если вы любите кого-то утром и увидели бы майтри, и весь день вы бы ничего другого не чувствовали, как любовь. Потому что это вещи со своей собственной стороны, которые не изменялись бы. Почему? Потому что не было бы причины для этих изменений. То есть, со своей собственной, естественной стороны, они бы не изменялись. Горы бы не изменялись, небо бы не изменялось. Кто следующий, Тима? Возможно, музыку включим. А? Что скажешь? Давайте наших немецких коллег. Преподобная Сунам. Микрофон, пожалуйста. И все же, когда эти существа смотрят на своих двоюродных братьев, почти существ удовольствия, и начинают испытывать сильное чувство ненависти к ним, эта ненависть сама по себе начинает выглядеть так, как будто она тоже существует в реальности. Когда войны придут к концу, и существа удовольствия вернутся к своей земле, и также придет время для них, чтобы взглянуть на тех божественных дочерей с мыслями о любви, созерцающими их снова прекрасными, это противоречило бы идее, что их прежняя ненависть существовала на самом деле. И более того, если это восприятие их дочерей как любимых могло бы заново зародиться в их сердцах, тогда это, в свою очередь, противоречило бы идее, что прекрасная любовь сама по себе существовала на самом деле. Прекрасно. Итак, это очень глубокий и сложный отрывок на английском и на тибетском, потому что это то, что мы называем «если-если», то есть двойное условие. Если это правильно, тогда вот это и вот это происходит. Это очень тяжело перевести и даже прочитать и осмыслить это. Это сложный отрывок. Итак, когда мы встречаемся с кем-то, который нам не нравится. К примеру, у меня были люди в моем алмазном бизнесе, и мне они не нравились. У нас был большой, огромнейший дом, 12, кажется, этажей было на Манхэттене, это было здание. И когда я приходил утром на работу, я очень надеялся, что я с ними не встречусь. Сунам, у тебя был, наверное, точно такой же опыт в твоей компании, потому что у тебя тоже была корпоративная жизнь. Ты приходил в здание и как бы молился возле двери, что, окей, они не зайдут ко мне в комнату или в мой офис. То есть это были люди, которых вы не хотели видеть? И ненавидеть или проявлять то, что вы не понимаете со своей собственной стороны, есть причина, что вы не хотите их видеть в лифте. На самом деле вы думаете о них, что они происходят со своей собственной стороны. Они с метро, они приходят или с поезда, и, к сожалению, это вагон был такой же, как и у вас в то же самое время. И вы чувствуете, что они происходят со своей собственной стороны. И вот почему вам они нравятся, и это не изменяется. А теперь мы пойдем глубже. Эти строки нас уводят глубже и глубже. Есть это чувство в сердце, что ненависть тоже происходит со своей собственной стороны, да? Это то, что первая строка говорит нам об этом. Человек, который зашел в лифт, который мне не нравится, и кажется, что он происходит со своей собственной стороны. И кажется, что все вот эти вещи, которые со мной случаются, тоже происходят из них же. Я начинаю чувствовать, что они мне не нравятся, и молиться о том, что я этих людей в лифте не увижу или не встречусь с ними. И тогда вы начинаете чувствовать привязанность к этой ненависти, вот это то, что вам не нравится. И вы чувствуете это привязанность, что это происходит со своей собственной стороны. Ненависть каким-то образом так происходит и не изменяется, или не может измениться. Если человек, который вам не нравится на вашей работе, происходит со своей собственной стороны, и вы с ним встречаетесь утром в лифте, тогда вы чувствуете ненависть целый день, даже когда вы идете домой, вы слышите, видитесь с сыном или с дочерью, да? Потому что это чувство или чувство не происходит с ваших семян, да? И вот, это более тонкое сейчас или более глубокое понимание. Человек, который вам не нравится, муж на кухне, который на вас кричит, есть, да. Откуда он происходит? Ну, окей, Гешелла, я уже слышал 3000 раз от этого тебя, что я верю, что он происходит со своей собственной стороны. Откуда это происходит, вот это чувство? Я не знаю, потому что, когда мой муж на меня кричит, я чувствую расстройство, да. Но подумайте, откуда эти чувства происходят, потому что они тоже происходят из ваших семян. Муж, которого вы видите, происходит из вас, а ваши реакции тоже происходят из ваших семян. И потому что, и по причине это очень тяжело не быть в сансаре, потому что ваша естественная, природная реакция не природная, да, потому что это как бы, вы видите это так. Возможно, есть какие-то люди во всей вселенной, которых вы называете дураками, и они будут вас любить все равно, да. Итак, у нас есть семена, чтобы слышать, что муж называет нас глупыми. Но у нас еще другие семена, чтобы расстроиться или чувствовать это чувство расстройства. Это возможно, что кто-то может причинить вам боль, и вы будете... И, к примеру, есть такая же возможность, значит, что вы будете чувствовать радость, когда видите кого-то, как майтеры, например, в парке. Если они происходят со своей собственной стороны извне, вы тогда приходите домой, видите своего ребенка, вы должны ненавидеть их так же, как же вы ненавидите человека, которого вы видели в лифте. И вот в этом примере, вот здесь, они спорят между собой, с Дева, с этими божествами, которые завидуют друг другу и хотят спорить и конкурировать между друг другом. Согласно вам, друзья, если эти враги происходят со своей собственной стороны извне, и если враг моей страны происходит не из меня, тогда я должен чувствовать ненависть каждый раз, когда я думаю о них. Я должен чувствовать ненависть, когда я прихожу домой и вижу своих родных. Это такое же чувство, потому что это не происходит из меня. Тогда почему оно должно изменяться? Оно же происходит со своей собственной стороны, естественным как бы образом, потому что это, естественно, ненавидеть ваших врагов. И у нас есть еще один комментарий здесь, вот здесь, в этом отрывке. Он говорит, что ненависть, которую они чувствуют, когда они идут на войну между собой и возвращаются домой, и вот эта ненависть или ненависть, которую вы чувствуете на работе или в офисе, если этот человек происходит из самого себя, а не из вас, тогда вы должны перенести вот эту ненависть домой. Она должна никогда не изменяться, если она не происходит из вас. И если вы можете потерять вот эту ненависть или остановить ее, тогда нет логической причины, почему любовь начнет проявляться в вас, когда вы видите Майетри. Нет причины, почему вы должны это чувствовать, любовь. Итак, две причины изменения не происходят. Первое, что ваша ненависть остановится. А второе, если ваша ненависть остановится, вы не сможете чувствовать любовь, к примеру, к Майетри или к детям, когда вы пройдете домой, потому что все происходит естественно, по вашим словам, или извне, по своей собственной стороне. И что здесь получается? Что вы ненавидите людей, если они происходят из вас. И если вы можете любить людей, если они происходят из вас. А если это так, то нет причины любить или ненавидеть их. Потому что вы их создали. Да? Очень интересный отрывок. Очень тонкое различие, да? И глубоким пониманием. Тим, есть кто-то еще с нашей немецкой коллегой? Нет, давайте в Вашингтон перенесемся. Роберт у нас будет читать. Простите, у меня такой звук. У меня был ковид, моя жена говорила мне, ты можешь высморкаться, но не смотри, что там у тебя. Хорошо, когда проводишь зум-кол. А так, Роберт, да? Готовы? Это применение концепции о том, что вещи могут существовать в реальности, одинаково для всех остальных вещей во Вселенной. Они просто не могли бы существовать. Если бы хотя бы одно состояние нашего ума существовало само по себе, то ни одна из вещей во всей Вселенной, которые когда-либо проявлялись перед ним, не могли бы начаться или прекратиться, или уйти, или прийти. Так же, как же ее последствия не смогли бы существовать даже по названию. Спасибо. Я не знаю, Тим, как, но перевод очень хороший. Итак, не говорите только о том, что есть только враги и девы. Не говорите, что есть только люди в вашей семье, которых вы любите. Смотрите, что Майдри не появился в моей жизни утром со своей собственной стороны. А люди, которых вы ненавидите в вашем офисе, они появились в вашем офисе просто так, со своей собственной стороны. И забудьте о людях, которых вы любите, и наоборот, которых не любите. ничто из-за этого не происходит со своей собственной стороной. Итак, люди, которых вы любите, не происходят со своей собственной стороны. Люди, которых вы не любите, тоже не происходят со своей собственной стороны. И так, кстати, если люди, которых вы любите, не происходят со своей собственной стороны, и люди, которых вы ненавидите, тогда все другое тоже не происходит со своей собственной стороны. Вообще ничего. Хорошо? А потом, внутри, если даже ваш ум не происходит со своей собственной стороны, тоже, и это важно понять, что это не только люди, которых вы любите, или Майтрек, к примеру, что они происходят из вас, и не только, что это люди, которых вам нравится, не нравится, происходят из вас. Даже ваши реакции на этих людей, ощущения любви или ненависти, тоже происходят из ваших семян. То есть внешний мир происходит из вас, естественно, природа происходит из вас, и даже ваши природные реакции ненавидеть кого-то или любить тоже происходят из вас. И вам не нужно жить вот таким образом. Это просто, это все происходит из ваших семян, которые вы можете изменить. Если кто-то нанесет ущерб вам или вашей стране, вы можете любить их больше. Это возможно. Почему? Потому что эмоциональная реакция тоже происходит из вас, с ваших семян. Вы знаете, я ходил в христианскую церковь, и там была такая молитовник. И очень красивые там слова, которые меня поразили. И там вещи были невероятные, которые я когда-либо читал. И люди, некоторые говорили, что это было написано Шейкспиром. И они исследовали это, исследовали. Еще раз напомню, мы находимся в англиканской церкви. Не-не-не-не, а потом они сказали, что это не было написано Шейкспира, это был кто-то другой. Кто-то другой, не помню. А потом они говорят, что у этого человека, который написал, была прекрасная жизнь. Почему? Они сказали, ну, Иисус сказал людям любить своих врагов точно так же, как и вы любите свою семью и себя. Чувствуйте к ним такую же любовь к вашим врагам, как и к вашим родным. И вот этот же молитвовник, который был написан такими же словами, с такой же идеей, он был написан человеку, который в это верит. И была такая шутка в Англии, если у вас нет денег, постарайтесь стать врагом вот этой вот философии, человек, который написал, потому что он иначе вам будет давать деньги каждой неделе, потому что он настолько верил, что нужно любить своего врага, как и своего члена семьи. На всю свою жизнь вы можете, представьте, подумать о том, что вы можете позаботиться о таком человеке. Вот эта естественная реакция на вашего врага, естественная реакция на тех людей, которые причинили вам боль, она тоже не является естественной, потому что она изменяется, она происходит из ваших семян. И это очень-очень-очень старые семена. Почему? Потому что они зависят от непонимания, откуда происходят вещи. Реакция на вашего врага, точнее, ненависть, означает, что у вас есть непонимание, откуда происходит этот враг, бесчисленное количество жизней. Если вы в конечном итоге поняли это, что ваш враг происходит из вас, тогда это возможно, что вы можете действительно полюбить их на самом деле. И именно потому, что он ваш враг, вы сможете это сделать. Кстати, если ваши чувства не изменились, тогда бы весь мир не смог измениться, и тогда бы не было семян. Это то, каким образом вот этот абзац заканчивает пачин лаба. Если ваши враги неизменяемы, и если ваши чувства о них не изменяются, тогда мы можем сказать, что семена не работают, и забудьте о том, чтобы практиковать в этом буддистские практики, просто забейте на них. Если враг должен оставаться врагом бесчисленное количество времени, точно так же, как и люди, которых вы любите, оставались бы бесчисленное время, и ваша реакция на врагов была бы такой, или любовь к родным, тогда бы ничего бы не изменялось. Тогда просто не практикуйте буддизм, потому что карма не может изменяться. Она тогда бы одновременно была стабильной все время. Если карма не изменяется, тогда она не существует, и даже из нас. Если карма не может изменяться, она не существует, даже происходя из меня. Еще раз, карма не изменяется. Если я не смогу изменить свои реакции, и не смогу изменить отношение к своему врагу, даже причина и следствие, как понятие, не существуют. Да? Хорошо? Даже из меня. Хорошо? Если я не смогу изменить мое чувство ненавистики к своему врагу, я не смогу изменить эти вещи, я не могу изменить свои семена. Даже те, которые происходят из меня, те семена, которые происходят из меня, они бы не изменялись, и я бы оставался все время в том, как я есть, и дьявол контролировал бы все, что я говорю. А я, честно говоря, даже не знаю, чем бы ангел занимался. Господин Тим. Где ты? Да, я здесь. Давай я сделаю объявление еще одно, потому что я все время забываю о нем. Покажи мне кое-что. У нас есть два объявления к вам. Хм. Итак, вот у нас здесь есть. Это очень уникальный проект в Алмазной горе. И из-за того, что ковид в Аризоне настолько сильный, мы решили не приглашать гостей этой весной. Возможно, осенью, возможно, у вас будет возможность приехать к нам сюда, в Алмазную гору, на ретрит. Но думаю, что в прошлом ноябре у нас была фандрейзинговая кампания, потому что мы хотели возродить деревья на Алмазной горе. Возможно, 150 лет тому назад, когда ковбои просто вырезали все деревья, или практически все деревья на Алмазной горе. У нас была фандрейзинговая кампания в ноябре. Мы пробовали собрать 100 тысяч долларов для того, чтобы, если не ошибаюсь, 3 тысячи деревьев посадить. Им это сделали. С последней ночи в ретритах мы пришли к этой сумме. Это было, на самом деле, очень легкая часть. О, тут какой-то микрофон открылся. Но теперь нужно людей, которые посадят деревья в... И вы можете приехать в Алмазную гору, можете нас провести ретрит. Я думаю, что все люди, которые будут в Седоне, они пройдут этот ретрит. Мне кажется, что Роб приедет тоже, и это будет приедет сюда же, и это будет в апреле этого года. Я вас очень приглашаю приехать. Сканируйте, пожалуйста, QR-код и помогите нам посадить деревья или, возможно, собрать деньги еще для другого количества деревьев. И второе объявление. Это все прекрасные новые книги от нашего издательства Diamond Cutter Press. там есть комментарии, как видите, до Сутры Сердца, есть комментарии Сутры Алмазного Огранщика, новая книга о медитации на пустоту, новая книга о школе ум только, переведенная Вордом Смитом, и новая книга о практиках Будда медицины. Это новые книги, которые вышли, и это работа Клуба Смешанных Орешков, очень невероятная работа, как я уже показывал вчера, это одна из коллекций, которые мы готовимся издать еще, все вместе, это будет 27 книг в ближайшее время, у нас есть еще, кстати, спонсоры в Австрии и в Германии, которые помогали нам с переводами, я хотела бы им поблагодарить от всего сердца и поздравить нас всех, потому что без проекта ALL нам невозможно было бы собрать деньги для того, чтобы издать эти книги, Голд-клубы в русскоговорящем пространстве и другие клубы в немецкоговорящих пространствах, друзья, вы на самом деле нам помогаете очень и очень, потому что благодаря вашей помощи мы переводим эти прекрасные книги. Никогда раньше не были переведены эти книги, вот почему это невероятное для нас событие, потому что мы сейчас переводим книгу о медитации на пустоту, и есть там комментарии для того, как это сделать, вот эта золотистая книжка, которую вы видите, потому что мне кажется, что она самая невероятная книга в школе ум только когда-либо переведена, и, конечно же, комментарий к Сутре Алмазного Огранщика и комментарий к Сутре Сердца, они просто невероятно будут смотреться в вашей библиотеке. Честно, я читаю их за завтраком, я ставлю просто лэптоп и очень медленно ем свой завтрак и читаю несколько страниц из этой Сутры. И вот вот эти все прекрасные книги, это электронные книги, которые доступны по QR-коду, который вы видите здесь, и через две минуты у вас уже будет книга, потому что есть проведена уже невероятная работа всех прекрасных переводчиков, которые приложили усилия, чтобы они были изданы, и здесь в Колорадо, к примеру, тоже помогали нам. Вы можете получить эти книги, эти книги будут переводиться на другие языки, к примеру, на немецкий. Сильвия будет помогать нам, и это ее прекрасная будет работа с ее командой, с издательством Blumenau в Хамгурге, или где-то, где бы она ни ходила, мне кажется, что она где-то еще в другом месте. Но, друзья, вы знаете, что она издает больше переводов, чем кто-либо в мире, и если бы вы видели Сильвию, когда вы ее увидите, просто поблагодарите ее за эту невероятную работу. Это очень важно для издательства книг для немецкого и русскоязычных пространств. Тим, у тебя есть вопросы? Да, Гешела. Один из вопросов, который мы получили от нескольких людей. Каждый раз, как я слышу все вот эти учения, я иду, как бы, чувствую очень огромную вину, потому что делаю, и вот эти плохие семена произрастают или хорошие, я просто чувствую вину и как мы можем подумать об этом по-другому, как мы в этот момент можем посадить семена, чтобы не проникаться этим чувством вины. Это невероятный вопрос. Спасибо за него. Я вам скажу решение к этой проблеме. Если преподобный Утпала, вы подумаете о покупке книги, о медитации на пустоты, там есть глава, это низкая самооценка. Если вы понимаете слова Панчин Ламы, тогда у вас должна быть очень низкая самооценка. у вас должна была увеличиться. Почему? Потому что каждая невероятная вещь, она и даже самое глупое происходит из меня. Я думал, что сначала это касается моего мужа, но это на самом деле повсюду. Давайте так, я говорю о своем предыдущем президенте, хотя не должен говорить об этом. Я, честно говоря, чувствовал невероятную депрессию, когда понимал, что он тоже происходит из меня. Есть дискуссия в книге преподобной Утполы о том же вопросе. Если я на самом деле понимаю, что все плохие вещи, которые происходят без меня, я просто взорвусь от этого чувства, потому что это очень тяжело принять для меня. Сан-Тупа. Это есть такая медитация. Сан-Тупа. Итак, Тим, я даю 100 долларов. Кто напишет мне, что такое Сан-Тупа? Слушайте, люди, хотите заработать деньги? Я просто жду в чате правильный ответ. Нет. Это легкий ответ. Я дам вам подсказку. Сунам знает об этом. Когда вы начинаете чувствовать, что ваш ум как бы немножечко увядает в медитации, он вялым становится, медитации. Как вы помогаете себе вернуться в нормальное состояние медитации? Возможно, да, Сунам 100 долларов получает, потому что она сказала о том, что подумайте о каком-то прекрасном, радостном событии. вам нужно теперь будет сконтактироваться и сказать, да, Геши Лапа обещала мне 100 долларов за этот ответ с Кэти. Пожалуйста, напишите ее имейл, это моя сент тупо означает следующее. Да, это правильно, что каждый плохой человек или кто-то, кто глупый, даже американский президент происходит из меня, из нас. Да, это правильно, но каждая прекрасная вещь в мире тоже происходит из меня. Логически, да? Каждый прекрасный человек, умный, добрый человек, каждая щедрость, каждая мама, которая жертвует своей жизнью ради своего ребенка, каждое проявление любви, которое вы видите в мире, это все происходит из вас. Да, это правда. Вы создали все эти невероятные людей, которые стремятся к власти, вы все их создали, но я сказал, что есть намного больше хороших людей, которых вы тоже создали, прекрасных людей, миллиарды людей, например, родители, которые просто подарили первые 20 лет жизни ребенку в Америке, когда ребенок заканчивает университет, они едут на каникулы в Европу, и родители радуются, ура, мир полон родителей, подобных Маркусу, например, которые просто 20 лет своей жизни подарили детям. Вы все это создаете? Итак, я думаю, это правильно, и это соответствует действительности, что в мире больше хороших, прекрасных людей, чем плохих. Просто хорошие люди тихо звучат, а громкие звучат громко, плохие. Но каждый день люди жертвуют собой ради своих родителей или своих детей. Вы обычно не увидите о них заметки в газете. Они не набирают лайки и популярность онлайн. Но миллиарды, миллиарды этих людей существуют, и вы создали их всех. Поэтому поблагодарите себя, Сенк Тупа. Похлопайте себя по плечу, скажите, хорошо, молодец. Ты создал всех этих родителей, это круто. Так, Тимоти, у нас сейчас перерыв. Да. Еще один вопрос. Да, да, давай. Мы слушаем эти учения и слышим эти дебаты между ангелом и нашим умом. А вопрос в том, как я посею семена, чтобы больше слышать ангела в своем уме, а не дьявола. Так, у меня сразу появилось одно предложение, если я понимаю вопрос. Весь день. Слушай, мы все одинаковые. Лучшее существо в сфере желаний и худшее существо отличаются всего на один процент. Если вы в этой реальности, то вы уже все запутали и испортили. Просто не волнуйтесь. Даже самый хороший человек в этой реальности и самый плохой человек в этой реальности очень сильно похожи. Между ними на самом деле маленькая разница, незначительная разница в один процент. Если вы застряли в этом мире невольно, если это ваша эманация, тогда дьявол в вашем уме звучит весь день, говорит, не умолкая. И потом такой момент, слушай, может, уже перерыв сделаем. Даже в древних книгах этот голос прорывается. Но во многих умах ангел никогда не прорывается. Как же его получить больше, так, чтобы ангел чаще звучал в вашем уме? Ребята, вы знаете, что я не так давно женился, и моя жена сказала, ты знаешь, ты отличный спикер. мне очень нравится ходить в университет и слушать твои выступления. Ты выступаешь и говоришь почти весь день. Но ты не так хорошо можешь слышать. То есть ты хорошо говоришь и выступаешь, но твоему слуху, слушанию нужно больше практики. Ты не очень хорошо слушаешь. И у меня такое ощущение, что ангел говорит, звучит у нас в уме, мы просто не слышим его. Я думаю, что есть разница. Я думаю, что возможно, есть какое-то правило во Вселенной, что 50% времени говорит ангел, 50% дьявол. Но у нас есть проблемы со слухом. Мы не слушаем ангела. Ангел говорит, но мы не пытаемся услышать. И на самом деле вы можете попрактиковать в своей медитации это. Есть особая медитация, которую вы можете выполнить. Она называется «Безмолвное слушание». В вашей медитации можете попробовать, просто для развлечения. И это просто безмолвное слушание. Вы садитесь, берете свою позу, восьмиточечную позу, принимаете, и затем вместо того, чтобы выбрать объект в уме, просто слушайте. И постарайтесь услышать ангела. Откройте уши, раскройте их, и тогда слушание становится вашим объектом. объектом медитации. Это такое медитация-фиксация. Попробуйте ее время от времени, она действительно прикольная. Вместо того, чтобы выбирать внешний объект, просто сядьте, посидите 15 минут и послушайте. Вы знаете, вы услышите шум за окном, грохот грузовиков, и тому подобные звуки. Позднее вы услышите свое сердцебиение. Дальше, возможно, вы услышите, как молекулы кислорода звучат вашу барабанную перепонку, и вы будете слушать все глубже и глубже и глубже. И затем вы начнете получать такие небольшие послания от ангела, как будто легкий шепот в уши. Надо быть очень терпеливым. Это не случится через день или два. нужно пробовать снова и снова в течение недели или двух. Просто сидите в медитации и слушайте. Сначала вы услышите все громкие шумы, мусоровозки за окном, собаки, а затем вы будете идти внутрь все глубже и глубже вместо тишины. И просто слушайте. И я думаю, я уверен, вы услышите, как ангел говорит очень интересные вещи. И это классная практика. Так, Тим, дедушка идет за кофе.